Здравствуйте! Это из сада Макарова. Хочу поделиться опытом, как сохранить черенки не проснувшимися до начала прививок. Вот сегодня 6 апреля. Смотрите, какая интересная вещь. Это северная сторона. Солнышко здесь бывает только ближе к вечеру. Далеко после обеда. Черенков у меня обычно много. Целый мешок. В холодильнике такие держать не будешь. Поэтому вот как я приспособился. Это снег. Я его накрываю всяким отхожим материалом. Это старые палацы, старый ковер, который не нужен. Накрываю снег. На улице температура у нас уже доходила до плюс 15-16. Сейчас градусов 7 тепла. Похолодало чуть-чуть. Но, тем не менее, снег бы уже растаял, потому что и дожди были, и все. Вот. А под этим покрывалом, пожалуйста, я раскапываю, достаю какой-то мне нужен пучок. В частности, вот последнее, чем я занимаюсь сейчас. Не последнее, первое, чем я сейчас занимаюсь, это черешня. Потому что черенки даже в снегу хорошо хранят. Это первые черенки, которые просыпают сапочки. В саду у меня, конечно, уже груши распускаться начинают, но черенки-то груши спящие. А вот, пожалуйста, это у меня вот абрикос тоже еще спит. А это вот черенки черешни. Пожалуйста, даже не закапывая снег, потому что этим я пользуюсь. Вот сегодня начал работать. Заканчиваю, я кладу на снег, накрываю покрывалом. Пожалуйста. Вот так вот он. В таком состоянии прекрасно они себя чувствуют. Еще не проснулись. И снег будет лежать до мая. То есть после черенков черешни я буду заниматься грушами, потом абрикосами и последней очередь яблонями. Вот так вот я делаю. Вот так вот накрываю. И все прекрасно сохраняется практически при нулевой температуре. Ну, когда станет мало черенков, можно, конечно, и в холодильник будет положить. Но я думаю, до мая я успею все привить. Вот. Останется немножко, можно хранить в холодильнике. Но вот, пожалуйста, снега практически нигде нет. Нигде нет снега. Все. И только вот здесь северная сторона под вот этими покрывалами. Хотя снега здесь было много. С крыши я скинул очень много. Вот пятачок остался малюсенький. Он за сегодня-завтра растает. Вот таким хотел поделиться секретом. Не надо никаких ям. Снежок копается легко. И там целый мешок этих черенков. Достаю очередную порцию. И снова мешок укладываю в снег. И накрываю вот этим отхожим материалом. Спасибо за внимание. Пользуйтесь.